всем моим зрителям огромный привет и сегодня долгожиданный день я еду на экскурсию бандель кататься на тракторе и на завод это мне терзает смутное сомнение что вот этот вот микроавтобус он же люксовый маршруточный вариант вот марседес и мы поедем на нем он приехал для нас посмотрим блин прием 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 представьте девчонки остановились в отеле хилтон в центре города и здесь вообще так роскошно все ой какой-то яичка смешной здрасте здрасте откуда вы все снимаете я соседней улице да практически да так полчаса езды далековато а вы откуда в франции классно вау представьте здесь повар из франции сейчас его со спины сниму и девчонки вот они я никогошеньки не знаю в общем оказалось что не текстовая блогера специализируется на инстаграм на статья таре татам интересно этот отель и знаменитая в общем все интересно это это фух так интересно этот отель знаменитого семейства перис хилтон по моему да потому что я знаю что у отца перис хилтон целая сеть отелей по всему миру в общем по ходу дела это он и есть я же вам еще не рассказала о приключениях до конца во-первых я забыла что мне там еще надо всякие молочные дела с утра делать связанные с кормлением уже там время поджимать я все о блин я тут рассказываю тут столько людей начинаю одеваться вчера же я молодец подготовилась погладила рубашку все там придумала как я буду выглядеть приготовила сумочку вообще все 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 начинаю одевать и она на мне не застегивается представьте остальные все мяты просто хлам и таксист меня уже ждет 10 минут в общем кое-как я там на себе застегнула и пришлось мне секретный вот видеть причем там еще целая не знаю вот такой вот моток булавок держит все это дело все доконструкция чувствуется меня на тракторе тряханет они мне куда-нибудь воткнуться расстегнуться в общем кое-как там напялила что время что-то другое гладить не было вообще я как-то достала фотографа он собрался и ушел потом что еще выхожу нет такси хотя у меня уже там смски вас такси ждет 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 выхожу начинаю искать в общем обошла 10 раз вокруг дома и казалось он перед подъездом стоял я его просто не заметила ну точнее я его видела но думала это не ко мне и пошла мимо вот потом что еще произошло я не успела накраситься и соответственно села машину водитель такой поворачивается я же опоздала еще говорит мы что в отель едем в хилтон а я такая ну да он такой типа на меня ну какой нормальный человек живет в краснодаре поедет в отель хилтон да только для совершения каких-то знаете нехитрых делишек вот я тут еще включая камера и говорю что я не стала накраситься сейчас буду краситься он подумал что это я ему тоже такое типа на все понятно еще красятся по дороге и не успела накраситься и взяла косметику с собой сейчас буду краситься и 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 recommend карочки что очень впринанская как апрuer и как вот Кстати, куртка, она у меня практически застегивается. Ну все, вот, смотрите, я не вру, я не вру. Она на мне сошлась. Это куртка, которую я покупала, которая вообще приблизительно не могла сойти. И мне говорили, зачем ты ее взяла. Ну вот, видите, не зря. Вот я, видите, застегнула куртку. И обнаружила, что я не срезала вот этот ярлык. Точнее, что-то веревка какая-то с ценником лучше. Срезать мне ее нечего. Итак, да, этот Мерседесик, который я вам показала, оказался наш. Вот мы все загрузились. Сапоги какой размер. На 36-37, что нормально, нормально будет. Так, подавите, кому нужны носки? Раз, два, три, четыре. А новые носки будут? Ну, конечно. Конечно, будет новые. Может, вы свои. Нас сопровождают заместитель директора Банджуэль. Сейчас мы едем в Новотитровскую, и там будем обувать. Резиновые сапоги. Да, и нам раздадут носки. Едем по улице Красной. Это центральная главная улица города. Кстати, у нас еще все такое зеленое. Видите, цветов много. Практически желтых листьев и нет. Ну, мало. Много реально абсолютно зеленых деревьев. Кстати, вот это университет. Один из этих, как там, корпусов на Красное 135. Политех. Мой любимый, где я отучилась. Где мой деканат. Видите, как у нас все классно. Очень красивое зелено. Лавочки стоят. Это, опять же, красное. Прям вот просто между двух дорог. Такие красивые участки. Сделано для отдыха, для прогулок. Какая-то пальма или что-то. Камыши, что ли? Прямо посередине. Похоже на Андрюцена, по-моему. А эта площадка тоже преображена перед кинотеатром Аврора. Его реконструировали. Все тоже красиво. Такая раньше выглядела все гораздо более мрачно. Прямо озаботились конкретно преображением города. Здесь красивый фонтан такой. У нас все кольца, которые на кольцевых дорогах, украшены клумбами цвета. Буквально везде-везде. Особенно в центре. А мы приехали. Гляньте, какая здесь красота. Очень красивая территория. Все так аккуратненько. Деревья, маленькие кустики, газончики, цветочки. Там даже есть место для курения. Беседка такая. А мы заходим вот туда. Смотрите, здесь автомат с кофе. Если я правильно понимаю, вот это цены. Смотрите, как дешево. Везде вообще там чашка кофе или еще что-то стоит рублей 70 в таких автоматах. Тут, видимо, по себе стоимости для сотрудников. Просто красота. Столовая. Я думаю, откуда так вкусно едой пахнет? Выставочный стенд всей продукции, видимо, которая на данный момент выпускается. И награды еще. Чечевица, фасоль. Все такое. Я когда нервничаю, я мало ем. В общем, я с утра только ничего не поела. И поэтому чувствую за километр аромат какого-нибудь засохшего белого хлебушка. Переписали всех участников в специальный журнал фамилии имя отчества. Год рождения проводят инструктаж. Выйти сотрудник в бандюэль. В общем, как себя вести надо. Соблюдать технику безопасности. Также на входе ящик для пожертвований детям. И табличка. Видите, столько-то дней без несчастных случаев с остановкой трудовой деятельности. Прям каждый новый день, как праздник, буквально меня отдают, отмечают его, что никто не умер. Сейчас попробую выпить горячий шоколад. Взяла 50 рублей. Это там хорошо, что мелочь с собой набрала. Ну вот, начинается. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай-давай. Ну-ну-ну-ну. Попытка. Попыточка, попытка. Давай-давай-давай. Вкусненько. Вкусненько. 50-рублевая культурка. Блин. Нам приготовили сапоги. Есть на выбор белые, фиолетовые, синие и зеленые. У меня, кстати, зеленая рубашка, зеленый шарф. Не мой. И зеленые сапоги мне достались. Последние 37-го размера. Сейчас тогда всех пассажиров. А, это же другая девушка Катя. Не-не-не. Ну, вы-то едете здесь? А, да. Ну, так. Не, вот смотрите, что поручили заполнить. В общем, я тут пресс-секретарь. И смотрите, какие. Напоминают подснежники. Хотя, по идее, они же весной. Не знаю, может, это какое-то другое растение. Но очень красивые цветочки. Ладно, пойду. В общем, я так и знала, что где бы я не появилась, меня обязательно припрягут. Принесли пакет с носочками новыми. Для того, чтобы можно было под сапоги их надеть. Я себе выбрала вот такие полосато-розовые. Сопровождающий уже переоделся и переобулся. Нам выдали вот такие вот зеленые курточки. Банджуэль. Как у сотрудницы. Причем все девчонки такие распереживались. Ой, мне только сороковой. У меня только сорок второй размер. Мне максимум сорок четырех. Я говорю, мне плевать. Самый большой. И не факт, что он на мне застегнется. Сорок восемь и пятьдесят. В общем, это одно из двух. Думаю, если на куртку я все равно буду надевать, какая разница. Сотрудник узнал, что я хочу шоколад. И купил мне. Потому что мой полтос автомат все-таки не принимал. Сейчас посмотрим, что туда родится. Слушайте, автомат уже три минуты точно готовит мне горячий шоколад. В общем, видимо, нагревает воду с нуля. Я не хочу терять зря время. И пойдемте посмотрим, что это есть в столовой и цены, какие здесь. Я потому что думаю, что здесь все очень бюджетно. А цен нету здесь поснимать? А бесплатно? И можно есть сколько хочешь? Понятно. Классно. Представьте, бесплатные обеды. Бесплатные обеды. Но я с трудом и ношу отсюда ноги. Вообще я обожаю компании, которые заботятся о сотрудниках. Иду, иду, иду. Очень. Ну, я сама на такой работе работала. У нас там куча разных работают. Точнее, еще корпоративных программ, которые не выгодны с точки зрения финансов работодателю, но выгодны сотрудникам. И здесь бесплатное питание. Причем, в последний раз... Так, я, короче, пока не дорассказываю, я никуда не поеду. В общем-ка, в последний раз, когда я видела бесплатное питание, это была еда, которую производит непосредственно предприятие. Когда ее на обед бесплатно раздают, например, в каких-то сетях быстрого питания, это обычно та же продукция быстрого питания. Здесь вот не горошек на обед, да, раздают людям, и не кукурузку. А повара готовят еду, салатики, там все дела. Слушай, я тут еще какое-то отверстие в земле нашла. Походу, дело, это чья-то нора. Смотрите. Блин, надеюсь, никто на меня не выпрыгнет. Вот. И вот здесь еще. И вот здесь еще. И вот здесь еще.